доброе утечка доброе утро мои красотулечки роднулечки я валяюсь пошла вот это накормила детей завтраком все так макса повез данила в школу я лежу ломаю голову нужно что-то приготовить поесть дома нет вообще ничего вот ровным счетом ничего вот мы за тракой куда собираемся уехать так что у нас не будет дома и надо так она готовит чтобы потом прибежать когда приедем то есть не начало что поверь что поесть и начнут меня дергать голову ломаю вот как меня достала эта кухня это просто кошмар не знаю но я покупала еще на той неделе эти баклажаны так с ними ничего и не сделала вам уже игру сделать с баклажан то борща хотела думала сварить и упорочный но нет говядины я люблю очень больше на говядине думаю может такой легенький не из курица может на курицу на курица сварить короче капец не знаю не знаю что делать вот бы этот хлопнул ладоши мистер пропор прибежал быстренько все приготовленные классы и я ее ей ну что стою пью кофе это святая традиция и ничего нет важнее ты перейдем с вами на кухню будем что-то готовить тут вот тут сидит это кухня но почему человек не может поесть вот поел допустим раз в неделю и все где-то там в свои горбы напихал как верблюд и все почему надо готовить каждый день капец все мои хорошие встаю привожу на свой порядок иду пить кофе все ребята я уже пришла на кухню приступила здесь у меня бульон с курицей я поставила это баклажан и сейчас буду его запекать я вот так вот заворачиваем баклажан выкладываю прям на комфорту очень удобно тем что очень быстро во первых она будет такой запах знаете как как на костре и плюс не надо потом поджимать если кто-то отваривается в воде так что будет у нас икра хоть на обе напиши купи фольгу сколько раз хожу и все время забываю вот таким вот образом она у меня с одной стороны это лежит потом переверну другую сторону и до полной готовности пока полностью не будут мягенькие этим делом пока пока бульон подготавливаю овощи для борща капуста мягкая слабая я люблю такую тугую головку так беру лук пожарю сделаю зажарку хочу обратиться к своему и тому зрителю ссср ты если умник пишешь так нечего потом сразу удалять ясно? отвечай за свои слова если ты считаешь что ты мужчина так будь до конца мужчиной а не просто даром носишь яйца в своих штанах а поступки у тебя как у мыши так не общаешься с тобой? да я обращаюсь к этому чудо сссср помполит америкос баба сплетница а еще лучше если что-то не устраивает так иди вообще с канала я дорожу и ценю и уважаю своих любимых подписчиков а если ты приходишь просто гадить так девочки кто вот таким вот образом делает икру? если кто-то делает так напишите просто интересно я обычно всегда отваривала у нас кум Максим крестил там девочку а он это он тоже моряк он судовой повар и как-то у них в гостях это было конечно лет наверное 17 назад так точно я пришла к нему в гости и он делал вот так и все и я увидела и больше больше никогда не варила а ты что уже справишься? мама дай телефон мне забрала у Макса телефон целый день играет в телефон вот жалуюсь играют жучки, камашки какие-то там а нам нет внимания у меня еще цветная капуста есть и тоже ее надо уже использовать не знаю обычно я ее цветную капусту в омлете делаю или соусом бешамель или сыром запекаю в духовке может у кого-то какие-то идеи есть тогда еще на диетах сидели это вот эти вместо картофельного пюре делала пюре из цветной капусты ну сказать что прям вау не сказать ну неплохо спасибо вам ребята за комментарии вчера столько столько добрых слов было сказано а кто там переживает что тюнинг мой ни к чему неудачники что я могу сказать сегодня решила свой день убить на кухне чтобы завтра было выходной послезавтра так все ребята борщ уже я приготовила вот такой вот настаивается красавчик у меня что-то гуряк был такой совсем какой-то не красный не получился он такого прям черного цвета фух что-то расстроилась я пришлось немножко отключиться позвонили со школы что-то Данилу плохо то Макс быстренько полетел в школу на машине живот болит что-то утром съем на завтрак йогурт что-то утром съем на завтрак йогурт он сказал утром что-то меня это я думала если честно ничего серьезного дала ему поклетку но вообще обычно у нас Данил уже кому-то чужому может сказать когда уже совсем на самом деле плохо так вот сейчас вот такие видите они получаются мягенькие как запеченные все теперь сейчас не остынут потому что очень сильно горячие я их потом почищу все блин пылесос едет сейчас будет убедить видите вот такие вот получаются классные не надо ни тарелку мыть ничего фольгу выкину ой кастрюлю и кстати если даже у вас не электроплита а газовая плита у меня в Украине тоже была газовая плита так я их вообще вот так вот выкладывала на решетку на средний газ на средний огонь вставила вот видите тут она немножко так прихватилась но я вот сниму у них запах вот что говорю запах будет как как на костре сильно горячие пусть остывают так теперь пока отставила что пастыли наши баклажаны я вот так вот надрезаю помидорки я думаю это уже каждая хозяюшка знает и сейчас залью их кипятком для того чтобы снять кожицу можно конечно и с кожицей ну наверное я просто слишком придираю все вот так и заливаю кипятком сейчас они пару минуточек постоят и я потом раз раз и почищу их так ну и вот так вот достаю по одному и видите как хорошо раз 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 вот такой вот уже без кожица красавчик все теперь серединку я просто ненавижу когда кожица попадается на зубы это вообще у меня прям припадки вот 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 такая вот будет сырая икра туда можно конечно и этим кубиком нарезать но мои любят чтобы это что скажите мне на мясорубке что у меня тут правда я только 3 3 этих баклажана спекла надо было больше передержала это горячее что все настроение пропало данил переживаю теперь у него этот ацетон бывает все будет хорошо просто когда дети болеют это хуже всего вот я перемолола и думаю блин уже каждая хозяйка когда такое делают тут у меня получается помидоры и перец этот свежий и синие конечно сюда бы вкуснее было бы домашнее пахучее масло но у меня нет я добавляю оливковое сухой чеснок но дома мы всегда добавляли свежий но так как у макса свежего и жога я не добавляю за него и сейчас латный лучок мелко нарежу так и вот полуковицы такой да синей меленько нарежу лучок и пойдет нашу икру все говорят вот испанская гаспачо испанская гаспачо испанская гаспачо просто нервно курит в стороне по сравнению с нашей икрой все это отправляю в тарелку хорошенько перемешиваю так и вот такая вкуснотища у нас получится это будет к рыбе на ужин сейчас поправлю себя возьму отдельную ложечку и попробую на соль соли мало вот такая вот вкуснотища да вам конечно когда постоит сейчас возьму другую ложку Максим у меня вечно проблема с солью попробуй на соль иди сюда бомба не надо что всего хватает не надо все икру уже сделала борщик сварила рыбку еще на ужин в духовке сделаю а Данилу наверное овсяночка пойдет сегодня он себя плохо вел в школе теперь немножечко его надо сегодня подержать не надо еще яблоки зеленые лежат тоже пропадают если не поленюсь то может быть шарлотку сделаю или что-то такое короче как проснулась и целый день поем же на кухне и так вот каждый день капец все ребята пока